Blender 2.91 и давайте попробуем новую анимацию движения. Так что тут получается персонажи есть кости есть семерка на нампаде и давайте все это дело выделим в object mode и развернем вот так вот чуть-чуть передвинем и привяжем все это дело с это origin к 3d курсору так есть такое дело выбираем теперь только персонажа именно так выбираем и те и те кости вот так теперь семерка на нампаде стройка на нампаде вот так все это дело работает и заходим в post mode вытягиваем timeline так здесь у меня какой-то кадр уже delete keyframe так нам понадобится персонаж вот этот вот пацан вот опять у него тут что-то у меня прописано удаляем ставим на первый кадр и как прошлых роликах мотаем чтобы у нас были первый второй третий пятый вот так вот кадры так семерка на нампаде пацана нам надо перекрутить вот так вот сейчас мы поставим в позу самая вот эта долгая песня это так надо согнуть ему вот эти пальцы рук давайте этим займемся выбираем значит фаланги вот эти последние вот так вот сгибаем теперь выбираем первые фаланги так и опять же английская р сгибаем так вот этот палец тоже наверное чуть-чуть вот сюда его и и вот так тоже и прижмем так немноговато смотрим отключаем косточки ну чтоб палец ну хотя бы вот так вот был так и вот этот палец тоже один р чуть-чуть его дальше подведем так теперь то же самое делаем с этой рукой выбираем последние фаланги вот эти и сгибаем теперь убираем так какие тут еще есть фаланги ну давайте вторые фаланги согнем тоже делаем р ну а теперь первые фаланги и это же р как-то все получается вот так подрегулируем теперь джи расстояние между вот этими пальцами так как-то ну и так и оставим так тройка на нампаде поднимаем теле именно так что тут у нас получается поднимаем теперь руки и джи и перекручиваем так и сюда вот так как бы теперь джи и вот эту руку тоже g r перекручиваем так голова голова должна смотреть семерка на нампаде и на персонажа вот так кулаки еще на повыше вот так вот и чуть-чуть на поближе вот так голова немножко поровнее так есть такое дело и теперь ноги надо расставить выбираем таз джи так что тут ломка идет вот так как то что-то в таком духе так здесь что у нас джи ногу низко сильно опустил джи ну что-то в таком духе на так что тут очень вот так вот что-то в таком духе пишем а и блок рот это будет у нас первый кадр теперь нам понадобится четвертый кадр выбираем таз выбираем значит кисти рук g вот так он приседает теперь выбираем тазовую кость семерка на нампаде r немножко это все перекручиваем и вот эту вот вот это вот колено чуть-чуть сюда а это колено чуть-чуть сюда вот так вот так это значит джи рука идет сюда это джи идет чуть подальше выбираем опять же руки и нужно этого персонажа нам согнуть получается r вот так как то внимательно постоянно нужно пересматривать без костей именно позу вот этого персонажа вот видите что ступня как тут себя повела и вот нога сильно перекручена да нужно это сразу все устранять так что тут получается значит это джи и вот это тоже назад вот так как то ну вот эту ступню семерка на нампаде r вот так вот перекрутим или наверное что то так как то так control z ну вот эта поза больше на подходит так и голова голова шеи должна r подняться смотрим опять же как выглядит персонаж в принципе нормально пишем а и локрот и просматриваем как это все тут получилось вот идет приседание нормально так теперь нам понадобится какой кадр это наверное будет пятый так десятый кадр теперь пишем не пятый а десятый тройка на нампаде опа на вот думаю в чем тут косяк вот они ноги я их не опустил до конца до пола поэтому вот это вот фигня происходит а и локрот что у нас тут персонаж выше находится так мы его тоже опустим до пола и пишем а и локрот вот эти вот все нюансы нужно постоянно проверять вот все здесь он приседает на десятом кадре он должен уже находиться в воздухе что можно сделать для воздуха ну для верхней вот этой позы я уже говорил что если сильно вы тут что-то накрутите на какой-то модели одна модель прописанная у вас должна быть базовая на нулевом кадре стоять ну она должна быть прописана со всеми кадрами потом вы можете удалить вот теперь мы делаем первый кадр shift d и перетягиваем на 10 почему ну вот он стоит здесь проще будет ему позу поставить теперь выбираем только вот этого персонажа g поднимаем его к верху вот так вот вот таким вот образом r перекручиваем g подставляем вот сюда теперь выбираем косточку ноги ctrl z ctrl z так делаем g теперь вот эту ногу g поджимаем выкручиваем вот эту ногу r не получается надо искать ее косточку вот это колено g вот так мы делаем а вот эту ступню r вот так перекручиваем и получается что вот это колено это получается перебор с загибом надо g назад вот так как бы смотрим вот так нормально так теперь нужно вот эту ступню r перекрутить вот так он же будет бить и фейсов и теперь g наверное еще побольше поднять вот так теперь вот эта рука идет g вперед и перекручиваем r вот так вот так что тут получается с костью идет перекрутка значит нужно вот эту кисть выбрать и перекрутить вот в эту позу вот так вот так вот теперь получается вот эту ключицу r сюда это значит g руку вот так здесь выбираем вот эту косточку r чуть-чуть перегибаем голову r тоже перегибаем так что тут получается вот так как то и у у кистью и вот эту кисть возвращаем чуть-чуть назад и тут вот какой косяк будет если потом будем что-то именно делать кадры какие-то прописывать вот это вот покадровка на следующих кадрах может вот эту руку выкручивать так ну где-то так что-то получается теперь нам что нужно сделать нам нужно его так вот выбрать всего все кости его и g подставить вот сюда а вот этот персонаж у нас должен r и вот так как бы под согнуться а вот этот персонаж должен g поближе быть вот так вот ногу где-то сюда поставим на так смотрим и и теперь g тоже ловим вот эти моменты и локроты опять я затупил нужно вот этот кадр g перетащить на 10 а 10 перетащить на 1 смотрим что получается вот он подпрыгивает и вот идет за что я говорил что на следующих кадрах видите нога выламывается здесь тоже будем потом перепрописывать эти кадры так что нам пока нужно этот раскидать этот блокинг так тройка на нам поди так теперь нам понадобится 13 кадр и опять же будем работать вот с этим первым шифт д и переводим его на 13 кадр здесь он должен приземлиться вот этот персонаж получается мы его выбираем подводим сюда вот так поближе и он должен теперь присесть выбираем тазовую кость через шифт семерка на нампаде делаем r делаем перекрутку теперь ногу одну джи выводим вперед одну ногу джи назад так ступни и перекручиваем чуть-чуть вот так вот теперь нужно выбрать тазовую кость и через шифт эти руки вот эти так вот это мне не понадобится выбрать на домов теперь джи идет присед вот это нога джи больше как-то назад уходит теперь джи чуть-чуть идет подъем выбираем опять же руки и теперь делаем наклон вперед р так не это кость а вот это джи назад подставляем р вот так вот руку теперь чуть-чуть сюда и перекручиваем ровно и ставим еще раз так вот так и эту руку чтобы излома потом не было корректируем так здесь можно плечо ключицу чуть-чуть в бок подать и руку еще больше как бы вытянуть вот так вот так джи и вот так еще немножко р перекрутить джи еще ниже посадить его так вот вот и джи колено чуть-чуть вывернуть вот так вот смотрим что получилось так здесь вот ломка идет оси штанов это почему так так вот это значит на все понял так тут теперь настройки вот эту надо по удалять его все теперь настройку делаем вот эту кость вот так как то смотрим что получается ну уже получше так теперь вот эти косточки тоже что тут у нас вот так вот так и выбираем теперь персонажа вот этого единицы нам поди попробуем наверное его чуть-чуть от этой точки отвести вот это видите что нога и и надо еще ниже посадить вот поэтому такой вид так тройка на нападе все ноги находятся на уровне пола вот так вот так вот теперь нормально блин опять я на первый кадр опустился а и блок рот опять я тут не переключаюсь забываю так значит джи переводим на 13 а 13 джи переводим на первый и смотрим что получилось бэнс вот здесь вот нужно уже до прописывать вот эти кадры вот 12 а многие как-то больше опускать сейчас тоже этим займемся и здесь тоже прыжок надо добавить кадр так это есть такое дело так это теперь это значит джи тринадцатый теперь делаем пятнадцатый кадр опять нам понадобится на пятнадцатый кадр первый вот этот shift d копируем его ставим на пятнадцатый теперь получается так control z выбираем опять же персонажа вот так вот семерка на нампаде мы теперь его перекручиваем ставим ровно выбираем теперь голову возвращаем голову на объект пусть смотрит так теперь что нужно сделать вот эта нога вот эта нога должна быть джи и где-то вот тут вот где нога у этого персонажа была на 13 кадре чтобы не было скачка теперь значит джи ногу подводим сюда перекручиваем ее теперь вот эти пальцы тоже перекручиваем выбираем таз делаем джи вытягиваем вот эту ногу вот так вот вот эту ногу теперь джи и вот будем бить вот этого персонажа так значит наверное еще ближе она подвести вот к этой точке так теперь тазовую кость вот эту тазовую кость выделяем и нужно все это дело вот так вот отогнуть здесь теперь р голову перегинаем здесь теперь здесь теперь G делаем вот так этого персонажа теперь тоже перекручиваем так и нужно наверное опять вот этого персонажа чуть-чуть поближе подтянуть так вот так вот и и теперь R еще больше как бы вот перегнуть что ли вот так вот выбираем таз теперь к этой ноге вот к этой ноге больше уводим чтобы она посередине была так все нормально так 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 а вот эта нога должна джи и вот к этому черту подойти к лицу вот так вот теперь кисти рук значит это джи вот сюда и чуть-чуть кверху так вот раз кисти рук перекручиваем джи чуть-чуть вперед и вот эту тоже к верху так теперь тазовую кость находим и чуть-чуть наверное вот этого персонажа надо вперед подать вот так а вот эту еще раз джи побольше ну и вот этому персонажу тоже R вот так вот делаем а и локрот ну вроде что то потом будем корректировать дальше так а теперь нам нужно прописать шестнадцатый и семнадцатый кадр значит персонаж ногу отводит это значит джи поднимает к верху немножко все это дело отводится назад джи нога вот это перекручивается на место R пальцы выпрямляются так вот здесь поближе покажу возвращаем ступню вот эту в нормальный именно вид и вот этого персонажа всего опять же выбираем и опускаем его на пол тройка на нампаде чтобы он стоял на полу так вот это наверное еще немножко добавим движение так вот это рука одна джи уходит вниз перекручиваем кисть вот так вот джи и р так теперь таз семерка на нампаде немножко вернем в такое положение пишем а и лок рот и на семнадцатом кадре он опять бьет его джи таз выбираем но только теперь удар идет он типа присел должен присесть выбираем значит руку через шифт и вот эту руку через шифт и чуть-чуть делаем приседания вот эта рука теперь идет джи так джи сюда р вот так теперь позвоночник вот эта тазовая кость должна выровняться тройка на нампаде р и вот эта нога джи должна должна сделаться ровной и получается вот эта стойка еще больше должна отойти голова сюда этот этот черт вот так а и лок рот смотрим что получилось ну вот посмотрим что вышло вообще так удар прошел теперь 20 кадр так теперь окажется 18 на кадр прописать кости включаем выбираем так через шифт отключим пока только вот эти кости и у нас остается только персонаж который мы в семерка на нампаде должны развернуть вот так вот вот эту ногу джи мы должны поставить вниз что тут происходит и увести вот сюда вот так вот так эту ногу сюда так эту ногу R перекручиваем вот так вот и G и G ее вот сюда вот подставляем так что там тут у меня выкаблучивается ну что-то ну что-то в таком духе так теперь вот эта рука G вы складываем ее в локте так так что-то что-то я тут начал колбасить это бывает так настройки на чуть-чуть уменьшить так это значит меньше повторения вот вот и вот этой тоже части поменьше повторений поставим ну вот уже руки как-то поболее лучше так теперь G эта рука идет сюда это выпрямляется выкручивается и G уводится как бы назад на вытянутую вот так вот во а эта рука вот эта рука подводится G поближе R перекручивается и вот так как бы голова теперь выравнивается так и вот здесь тоже выравнивается позвоночник тоже чуть-чуть выравним так и вот эту ногу наверное чуть-чуть поближе все-таки так так семерка на нампаде и перекрутим немножко корпус и G вот на эту ногу чуть-чуть приседания сделаем G это это в бок и это чуть вот так вот так что тут еще получается нужно корпус вот этот корпус чуть-чуть вперед подать вот так выравниваем шею в голову и пишем А и локрот теперь девятнадцатый кадр так девятнадцатый кадр значит теперь получается выбираем всего персонажа опять семерка на нампаде получается R вот так G чуть-чуть подальше так корпус с руками надо все это дело перевязать перекрутить семерка на нампаде делаем ротацию R перекручиваем так голова R тоже перекручиваем еще чуть-чуть побольше на так так что-то в таком духе эта рука значит G идет кверху что за шняга так вот так ключица тоже поднимается вот эта часть рукой R перекручивается вот вот так как-то так голова чуть-чуть выравнивается так эта нога вот эта нога G уходит сюда R вытягивается вперед и теперь R делается перекрутка так 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 таз руками опять этот MOF ну вот что-то в таком духе так только вот вот эта ступня R вот так должна быть так и теперь G здрасьте здрасьте да вот так 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 ну в принципе нормально А и Локрот так и вот этот персонаж уже должен вперед вот так вот податься выровняться мал-мал вот так вот А и Локрот теперь нужно удар нанести и так вот теперь что нам нужно сделать вот на этой ноге он будет крутиться выбираем вот этого персонажа со всеми костями семерка на нампаде это уже будет двадцатый кадр R все это дело мы вот так вот перекручиваем выгинаем значит вот так вот тело так что тут с ногой R G R вот так как-то ногу ставим вот эта рука теперь G идет пониже а ключицу тоже R припускаем а эту руку чуть в бок дальше уводим так вот этого гаврика значит а и локрот потом будем корректировать так теперь двадцать первый кадр опять выбираем персонажа не забываем все его кости выбирать семерка на нампаде R перекрутка идет получается вот этот позвоночник надо назад вернуть так теперь ногу вот эту R пальцы поджимаем что еще так перекрутить позвоночник семерка на нампаде R теперь его вот так R вот так и вот эти кости тоже выровнять и голову повернуть семерка на нампаде значит R вернем голову назад и G сейчас с руками разберемся так это нога вот 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 рука так это рука вниз идет правильно так что тут с головой и семерка на нампаде что-то персонаж стал выкаблучиваться так вот так вот вот во башку выровняла теперь вот эту руку G поднимаем прям кверху R вот так тройка на нампаде и нужно персонажа поднять повыше вот так вот 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 эту ногу G на пальцы опускаем так вот эту руку теперь G голову R выравниваем так ключицу поднимаем вот так вот и вот эту ногу G мы выводим сюда вот так где тут тазовая кость тройка на нампаде и G чуть-чуть вот так вот эту руку перекручиваем тоже и чуть-чуть наверно кверху можно поднять вот так это нога G вот сюда уходит вот так а этот болван R вот так а а и локрут что тут вообще получается угу ну вроде нормально так семерка так тройка на нампаде я тут вот с этим гавриком поторопился нужно вернуть его назад нет он должен быть ровный потому что удара еще не было так ну а теперь вот этого перса еще выделяем это уже на двадцать втором кадре семерка на нампаде получается R вот так он перекручивается так не это кость а вот это тазовая и вот это рука G уходит вот так а это G и перекручивается тоже так раз и чуть-чуть упор на эту ногу получается возвращаем от этого персонажа тоже цельное состояние бэмс а и локрот и сейчас он должен перекрутиться и будет здесь удар так двадцать третий кадр выбираем опять всего вот этого персонажа семерка на нампаде теперь он на пальцах перекручивается вот вот так тройка на нампаде вот эта нога теперь G идет сюда эта нога стоит выбираем теперь руки вот эти косточки и тазовую кость семерка на нампаде и R идет перекрутка вот так так пардонте так G если подправим семерка на нампаде надо R чуть-чуть назад и перекрутку сделать уже не тазом а сделать вот этой косточкой семерка на нампаде вот теперь получается вот эта рука идет G R кверху а вот это идет книзу вот так вот выбираем тазовые кости руки и теперь G вот это чуть-чуть вот так вот приседания так это значит ключицу можно чуть-чуть вперед подать и R голову вообще получается капризничает тут и шея и голова ну так поставим как-то так R р надо весом немножко порисовать так R надо весом R ключицу приподнять ну что-то в таком духе а и локрот смотрим как он перекручивается и с и и и с и и выбираем теперь руки так тройка на нампаде делаем g выпрямляем персонажа нога поднимается к верху идет перекрутка так че тут очень теперь эта рука идет сюда так тело перекручивается теперь опускаются вот эти руки так ключицу назад вернуть и вот так вот на это значит в на вытяжку пошла нога и немножко вот эта нога должна перекрутиться вот так и чуть-чуть g вот сюда наверно так так это значит рука сюда включиться чуть-чуть значит в бок уходит а это включиться сюда чуть-чуть мне немножко я как бы к верху а и окрод так теперь что получается нужно семерка на нампаде выбрать вот этого всего персонажа даже нет выбираем только значит руки вот эти и выбираем значит тазовую кость через шифт семерка на нампаде и все это дело перекручиваем так вот так и вот эту ногу g так чё-то здесь вообще намудренная так р ногу тоже перекручиваем и вот этот таз семерка на нампаде р еще больше так голова семерка на нампаде возвращается назад так control z control z наоборот значит выбираем руки через shift и р вот так голова святое дело можно теперь назад и вернуть вот так вот так вот это нога g уходит сюда типа ударила на это рука значит уходит сюда р перекрутка идет ключицу тоже выравниваем а эта рука это рука идет g вниз и перекручивается и ключица дорабатывается уводится как был бог еще вот так и чуть-чуть таким вот образом перекручиваем кисть так вот так вот ну а вот этому персонажу вот этому так значит вот так так по ходу так вот надо сделать эту чуть сюда на эту вот так вот и наверно вот сюда ну так короче а и блок рот так смотрим что тут вставим теперь двадцать восьмой кадр опять же выбираем персонажа так наверное давайте первый кадр cfd и перетянем его на двадцать восьмой так семерка на нампаде делаем r опять же перекрутку так перекручиваем на семерка на нампаде позвоночник вот так как то теперь мы его нагинаем вот так выбираем теперь руку рука значит выходит вот так вот g и ключица тоже ключицу перекручиваем руку так g поднимаем все тут рукой перекручиваем кисть ну announce трюбков вот так как то теперь вот эту ногу поднимаем и вот эту косточку джи колено выкручиваем так что-то в таком духе получается и вот так вот джи на эту ногу напряг так а вот эту руку вот эту джи опускаем вниз сюда вот так вот и как бы от ее прячем так вот так и как бы прячем как был уводим в эту сторону р нормально сейчас должна быть перекрутка у него и последний удар так этот персонаж и возвращается назад во всей своей красе так вот че тут такое тройка на нам поди выравниваю вот так вот и лук рот пока нормально так теперь последний удар и надо заканчивать так теперь опять его выбираем семерка на нам поди перекручиваем на этой же ноге так теперь нужно тут ему позу поменять джи поднимаем ногу вот эту опускаем пальцы сгибаем вот так и теперь джи до низа вот так немножко делаем сгиб ноги так выкручиваем позвоночник вот это нога теперь поднимается к верху джи ну что-то в этом духе так р так вот и теперь нужно колено колено вывернуть так где тут вот так вот да так теперь вот эту руку мы опускаем вот чтобы баланс держал типа без вот так а эту руку по моему надо вот сюда так что не тут за вид ваще будет и вот нужно вот эту тоже подкорректировать тазовую кость увести назад и посмотреть где находится вот это колено это колено это что за колено так я не получил опять не переключился то едить твою так тридцатый выбираем персонажа опять семерка на ампаде и перекручиваем джи так теперь вот эту ногу и опускаем перекручиваем опускаем к низу и сгибаем в пальцах вот так теперь вот эту тазовую кость джи уводим назад вот эту теперь значит руку опускаем уводим вот сюда назад вот чтобы балансом держал именно на одной ноге же кружится так и кисть опять же перекручиваем чтобы руки нормально выглядели так и мышку надо покупать перекручиваем и руку тоже корректируем теперь получается перекрутка идет вот сюда плечо идет сюда так рука вот это идет к верху голова семерка на нампаде голова перекручивается позвоночник перекручивается выравнивается и голова чуть-чуть еще вперед вот уходит во теперь вот эта часть тоже чуть-чуть сюда на это нога вот эта нога поднимается прям к верху вот так перекручивается во опять же упор на эту ногу эту ногу вот так подкручиваем колено подправляем руку джи в натяжечку так вот этот наклон еще делаем в эту сторону нога тоже джи уходит в эту сторону так так вот это колено р уходит чуть-чуть в бок на изгибе тройка так вот это до уровня пола опускаем и получается что нам нужно еще корпус вот этот семерка на нампаде р как бы увести вот в эту сторону и голова идет сюда теперь джи поправляем руку включиться р уходит назад голова делается ровной так джи рука идет чуть-чуть сюда ну в принципе нормально получается что то вот в таком духе а а локрут все тут мачалова идет 30 так 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 теперь это дело все перекручиваем рука уходит сюда вперед вот эта рука уходит как бы назад чуть-чуть вниз а вот эта нога бьет по персонажу вот поэтому тэнс и вот так вот джи рука джи это тоже под корректируем а это вот так вот раз и вот этот персонаж уходит вот так получается а и вот так заканчиваем теперь ставим на 35 кадр выбираем первый кадр шифт д ставим на 35 выбираем персонажа семерка на нампаде получается эр голова значит тоже перекручивается так вот это нога джи назад тазовая кость приседания идет так вот это нога да чуть-чуть в бок так это нога чуть-чуть сюда делаем перекрутку голова перекручивается так что то получается такое и джи так руки на место на низ так вот эта рука одна идет вперед так так а вот это на рука идет назад так 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 ну вот что то в таком духе получается тройка на нампаде персонаж должен вот этот стать на место так 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 смотрим без костей как все выглядит ага и надо на вот эту часть позвоночник все-таки перекрутить семерка на нампаде вот так вот так вот так так и корректировка так 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 Ну, так, это ну, что? и вот это колено вот сюда значит так вот с этой рукой мне что-то тут вообще не нравится что-то за фигня о изгиб пошел все нормально и пишем а и блок рот так теперь подкорректируем вот этот кадр именно шестой на шестом кадре вот этот на подкорректировать так на шестой кадр пишем значит вот такую штуку делаем g ноги опускаем выбираем тело выбираем руки выравниваем все это дело вот так вот семерка на нампаде и значит тело полностью перекручиваем вот так вот теперь ноги так только единица на нампаде g поднимаем перекручиваем вот так вот опускаем вниз вот сюда теперь эту ногу тоже поднимаем перекручиваем так что тут получается g g так о чем перекрутился весь тройка на нампаде р руки поднимаем вверх g ключицы тоже вот так вот тут тоже поднимаем руку опять же перекручиваем кисти поднимаем р ключицу руки теперь g чуть-чуть вниз корректируем вот что-то в таком духе и голову семерка на нампаде перекручиваем и поднимаем шею так вот вверх так вот эти ноги ставим джи поближе вот так на вытянутую ну вот этот палец тоже подсогнем тройка на нампаде получается то и дитва получается только нампаде g вот этот так чуть-чуть вверх руки вверх вот так вот и прописываем а и локрут вот теперь идет он вроде как подпрыгивает так а здесь что у нас на десятом и на восьмом так вот этот теперь и перекручиваем точнее 6 shift д кидаем на 8 и 8 теперь кадр переписываем что будет происходить получается вот этого персонажа так 7 тройка на нампаде на поднять g повыше опустить теперь руки пониже так и ноги теперь джи сложить вот тут вот раз р пальцы выгнуть так это джи и вот эту тоже так вот это идет сюда рука и это идет так тоже так так семерка на нампаде и чуть-чуть вот так вот перекрут идет а и локрут смотрим что получается о вообще четко 38 кадров поставим 38 ну теперь нужно подкорректировать вот это все сделать рендер посмотреть как это все дело выглядит и где нужны именно корректировки может быть вот на таком кадре где-то вот рука вы видите что пошла не туда в 27 кадр нужно это все дело теперь поправлять вот так как то наверное вот двадцать шестой тут вообще крутящий момент у него ну словом нужно вот это дело просматривать это я уже в следующем ролике сделаю все всем пока до сюда за